Знаете, друзья мои, я привыкла к тому, что от Sims 4 можно ожидать чего угодно, но вот то, что произошло в конце второй недели, я даже не знаю, как это можно назвать. Я даже не представляю, что меня сейчас встретит. А, ну, понятное дело, меня встретит протухшая еда. Хей, друзья мои, всем привет! Давненько мы с вами не оставляли симов на самих себя и не смотрели, как же сложится их жизнь в суровых условиях игры без нашего вмешательства. И недавно Олег подкинул мне несколько крутых идей, я не знаю, может быть, кто-то их уже пробовал, может быть и нет, но одну из них мы сегодня с вами попробуем. Итак, сегодня мы оставим с вами 30 школьников в школе и посмотрим, как же они смогут прожить без нашего вмешательства. Ну, я смотрю уже по этому парнишке, что уже даже вот в первые часы их жизнь складывается не очень хорошо. Давайте посмотрим вообще, где они будут жить, что у нас тут за место. На постройку этой школы у меня ушло где-то 3 или 4 часа и сразу вам хочу сказать, что доступен у нас только один этаж. Если вы никогда не видели подобный челлендж, то в описании вы сможете увидеть несколько подобных челленджей. Мы с вами уже пробовали различные варианты и сейчас я вам быстренько покажу, где же будут жить наши ребята. Итак, у нас есть вот такой вот небольшой внутренний двор. Будем считать, что, возможно, они пробрались в эту школу и как-то что-то пошло не так с замком. Он закрылся. Да, кстати, выйти они на улицу не смогут. В общем, им придется здесь прожить какое-то время. И тут, как вы видите, у нас есть небольшая спортивная площадка. То есть, если ребята захотят поиграть в баскетбол, они могут выйти здесь провести время на свежем воздухе. Давайте зайдем внутрь и посмотрим, что тут уже происходит. 30 ребят я тоже создала. Может быть, вы кого-то сейчас увидите знакомого. Может быть, кто-то вам покажется слишком знакомый. И я вам сейчас так подмигиваю. Итак, мы сейчас заходим в нашу школу. И здесь мы видим пока что не так уж много кабинетов. Будем считать, что, может быть, это новая школа у Уиллоу Крики. Второй этаж еще не успели открыть. Но я вижу, что тут уже грязно. То есть, школу успели только построить, а она уже выглядит не очень. Но я вижу, что одна здесь пачкает, а другой уже решил поубирать. Итак, давайте глянем, что у нас здесь есть. Если мы с вами от главного входа поворачиваем направо, то мы попадаем в самое важное место. Это, конечно же, столовая. Слушайте, тут уже убирают. Да ладно, посмотрите, какие у нас ответственные детишки. Столовая у нас достаточно большая, яркая. Кто-то уже домашку делает? Слушайте, ну молодцы. Кстати, ребята из школы я убрала. То есть, они не ходят сейчас в школу в игре. То есть, сейчас у нас никаких проблем не будет с оценками. Хотя, если они хотят сделать домашнее задание, то я же не против. Пожалуйста, делайте. Я же только за. Значит, из нашей столовой мы можем попасть вот в такую вот кухню. Я вижу, что здесь тоже уже убирают, ребят. Но у нас какие-то очень ответственные школьники сейчас попались. Как вы знаете, детишки готовить не могут. Но, возможно, возможно, хотя бы холодильниками они смогут воспользоваться. Продолжительность жизни у нас тут стоит низкая. То есть, возможно, кто-то у нас успеет в школе повзрослеть. Короче, замок сломался. Никто не может ни попасть внутрь, ни выйти отсюда. Это первый кабинет, кабинет информатики. И вот тут я что-то смотрю, никто убирать не спешит. Кто-то сидит уже на каких-то сайтах, кто-то, видимо, уже играет. Я смотрю, что комп... А, ну да, уже играют. Компьютер учителя пошел на игры. Движемся дальше. Здесь у нас небольшая подсобка. Я здесь решила поставить пылесосы. Тут у нас тоже пылесосы, но что-то мне подсказывать никто ими пользоваться не будет. Даже интересно. Вот интересно, будут они у нас тут убирать, пылесосить или нет. Движемся дальше. Здесь у нас туалет. Здесь у нас два туалета. А ну-ка, что у нас уже все занято? Нет, не занято. И здесь у нас две душевые кабины. Я не ставила самые дешевые, чтобы наши персонажи подольше смогли побыть чистыми. И если мы с вами пройдем чуточку дальше, попадем в еще один кабинет. Это такой вот общий кабинет. Может быть здесь литература, математика, физика была. Можно выбрать любой предмет. Как вы видите, у нас есть шкаф. У нас есть несколько книг. То есть наши ребята могут найти себе какое-то интересное занятие. И я смотрю, что всех привлекает учительский стол. Ну, вы же понимаете, это действительно всегда интересно. Здесь у нас награды. Возможно, эти награды перевезли из другой школы. Может быть, ту школу решили перестроить или переместить на новое место. Ну, а тут у нас есть несколько, да, я знаю, что это у нас раковина. Но будем считать, что это фонтанчики, откуда можно попить воду. Так как у нас будет доступен только первый этаж, второй этаж у нас сугубо такой, знаете, построен не до конца. То есть здесь я разместила всякие коробки. Будем считать, что действительно пока что тут идет ремонт. Тут у нас всякие коробки, ящики. Здесь у нас ящики в туалете на втором этаже. Здесь коробки. Здесь у нас вообще должна была быть библиотека. Но вы видите, что пока что просто никто не успел здесь что-либо разместить. Но, как вы понимаете, наши детишки не могут быть размещены без учителей. Они не могут, к сожалению, в 74. Если подростки как раз и могут сейчас жить без взрослых, то у детишек, к сожалению, с этим есть проблемы. Поэтому нам сейчас с вами нужно будет отправиться вот сюда. На первый взгляд, это обычный подвал. Ну, как обычный. Всем казалось, что здесь нет ничего интересного. Но, на самом деле, здесь у нас вот такие вот шикарные апартаменты для директрисы. Я смотрю, что она решила сесть посмотреть телевизор. Вы посмотрите, какой у нее тут просто обалденный. Я даже не знаю. Это апартаменты самые настоящие. Это настоящая такая вот дорогая квартира. И, видимо, у нее тоже сломался замок. А может быть, она его специально сломала, чтобы отсюда не уходить. Как вы видите, у нее есть ванная комната. Достаточно хорошо обустроена. Здесь у нее шикарная спальня. Есть компьютер, есть шикарная кровать. Тут телевизор, там телевизор. В общем, у нее здесь куча есть интересных всяких вещей, которыми она может заниматься. И что-то мне подсказывает, что она не особо спешит отсюда куда-то деваться. В общем, сейчас мы с вами отправим наших ребяток заниматься всем, чем они захотят. За нашей директрисой мы смотреть не сможем, потому что она находится в подвале. Наши же детишки находятся на первом этаже. Как сложится их жизнь, что они здесь будут делать, и вообще, все ли будет у них в порядке, мы с вами узнаем через некоторое время. Поэтому, друзья мои, самые интересные моменты я вам, конечно же, покажу. Ну, а пока что я предлагаю отправиться к детишкам и посмотреть, что же они будут делать в школе, когда остаются одни без учителей. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, друзья мои, я привыкла к тому, что от Sims 4 можно ожидать чего угодно. Но вот то, что произошло в конце второй недели, я даже не знаю, как это можно назвать, мы оставили наших детишек на 2-7 недели, и они даже успели стать подростками. Но вот то, что произошло под конец, ну, не знаю, друзья мои, вы сейчас посмотрите, вы, наверное, будете в таком же шоке, как и я. Кстати, да, вы меня сейчас видите, всем привет-привет. Я только-только закончила записывать обзор на комплект новый, который только-только вышел где-то минут 30 или 40 назад. Если вы не видели этот ролик, советую глянуть, ссылочка будет в описании. Ну, а мы давайте отправимся сейчас в школу кошмаров, друзья мои. По-другому я назвать эту школу просто не могу. На первый взгляд, вроде бы нормальная школа. Вот только трупы у нас здесь валяются, ребят, я просто в ужасе. Я, когда увидела, что здесь произошло, ну, вот серьезно, Sims 4 умеет удивлять. Знаете, учитывая, сколько я уже играла в игру, то я думаю, что вы тоже в таком же шоке, что и я. Самые такие вот интересные моменты, конечно же, я вставила в этот ролик, или вставлю, или вставила. Я пока не знаю, как я буду вообще компилировать все эти кусочки, их очень много. Но, друзья мои, я просто в шоке. Конечно, я периодически смотрела, что у нас тут происходит, потому что Симы иногда подвисали. Я ничего никому не делала, я ничего не заставляла их делать, они делали все сами. Но, друзья мои, вы посмотрите на вот это. Вы посмотрите на этот кошмар. Причем, самое странное, что они умерли от голода. Ребята, как? Как? Вот здесь у нас холодильник. У нас два холодильника в нашей школе. И они умерли от голода. Ладно, у нас на крайняк мусорка есть. Мы с вами знаем, что у нас есть любители ковыряться в мусорке. Но это просто какой-то ужас. Давайте зайдем внутрь. У нас осталось несколько выживших. Вы понимаете, у нас осталось несколько героев. Последних героев, которые действительно это все пережили. Посмотрите, что у нас тут произошло. У нас тут просто коридор из трупов. Такое ощущение, что мы с вами снимали какой-то фильм ужасов здесь. Причем самое смешное, что в начале все было достаточно миленько. Детишки, конечно, ничего не чинили. У нас все протекало, все сломалось. Но, кстати, когда они стали подростками, они, между прочим, даже тут неплохо поубирали. Ну, попытались. Попытались поубирать. Давайте будем честными. Значит, я вижу, что вроде бы, как бы, вроде бы, как бы. У нас здесь все работает. То есть, они не сломали эти телевизоры, что очень странно. У них постоянно ломались туалеты. Ну, кстати, они их быстро починили. Поэтому им респект. На кухне у нас, я хотела сказать, чисто. Нет, у нас нифига не чисто. Они, как обычно, ничего не готовили. Ладно, вы не готовите. Но почему не взять бутерброд? У нас только один холодильник. Я вижу, что сломался. Но у нас, между прочим, их тоже чинили. То есть, у нас были ребята, которые все чинят. Я включила здесь автономию, полнейшую автономию. То есть, они все это, теоретически, могли делать, если бы захотели. Но, видимо, им не очень-то и хотелось. Конечно же, были сломанные компьютеры. Опять, опять много грязи. Они почему-то ни в какую. Вот, посмотрите, у нас стоят три, я хотела сказать, велосипеда. Даже какие велосипеды. У нас стоит здесь три пылесоса. Тут у нас три пылесоса. Они не хотят пылесосить. Ну да, у нас же пылесосил Геральт в прошлом выживании. Действительно, зачем нашим ребятам? Им нужно было Геральта сюда добавить. Он бы когда здесь убирал. Поехали дальше. Как же это жутко смотрится, божечки-кошечки. Ребят, вы молодцы. Да, 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 я понимаю. Я понимаю ваше выражение. Вот понимаете? Вот этот чувак просто идеально описывает вот эту всю сложившуюся ситуацию. Мол, как? Как такое произошло? Пойдем дальше. Здесь у нас никто не умер. Здесь, между прочим, все вроде бы в норме. Туалет нормальный. Ну, не очень нормальный. Здесь вроде бы все в норме. Самое интересное, что мылись они не все. Вот кто-то ходил мыться, а кто-то принципиально не хотел мыться. Видите? Или, видимо, может быть, их надо было действительно заставлять. Но мы же с вами по чесноку играем. Привет. Вот у нас и первые призраки. Ребят, у нас призрачная школа. Школа фосмофобии, ребят. Как появилась школа фосмофобии? Короче, Даша оставила у таксимов. Ну и получилась карта школа. Ничего удивительного. Здесь грязно. Здесь, конечно же, кстати, нет вот этих наших клубочков. То есть, видимо, они пытались что-то выбрасывать. Но пытались, видимо, очень плохо. Движемся дальше. Ребята, а как тут оказались призраки? Погодите. Самое смешное, что я, когда нажала на паузу после истечения 14 дней, они еще были живы. А уже все. Друзья мои, у нас что, только два выживших? Серьезно? Серьезно? Давайте проверим, что у нас с директрисой. Я надеюсь, что с ней все в порядке. Давайте-ка посмотрим. Знаете, ребят, я уже боюсь сюда заходить. Я даже не представляю, что меня сейчас встретит. А, ну, понятное дело, меня встретит протухшая еда. Что ж меня еще здесь может встретить? Ладненько, прохладненько, покрутимся. Слушайте, ну, я смотрю на эти пылинки и сразу вспоминаю призрачную ауру. Вон, смотрите, аура полетей. Вот. О, ну да, я вижу, сколько у нас трупов наверху. Я уже не удивляюсь. Ну, в принципе, я бы не сказала, что тут так прям грязно. О, отпечатки. Я просто переиграла фосмофобию, ребят, не удивляйтесь. Тут у нас, понятное дело, куча мусора, куча всякой грязи. Тут тоже грязно. Самое интересное, что мусорка полупустая. То есть выбросить мы ничего не хотим. Ну и ладно, ну и фиг с тобой. Что у нас в ванной комнате? В ванной комнате, в принципе, все неплохо. Более-менее неплохо. Давайте посмотрим, где наша директрия. А вот привет. Привет, как твои дела? Что такое? Почему у тебя такое странно? Ребята, что с ней такое? Давайте нажмем play, посмотрим, что у нас тут происходит. Что такое? Ты тоже не любишь эти пылинки? Ты что такая какая-то грустная? Я вот не могу понять. У нее же все здесь есть. У нас же все здесь работает. У нее есть электричество. У нее есть... А ну давайте проверим. Унитаз. Она, кстати, с унитазом, видимо, все время общалась. Потому что я иногда поглядывала. Вылазили вот эти таблички там. Она поговорила с туалетом. Она там поделилась своими мыслями. Ну, в общем, я так понимаю, что у директрисы тут все было в норме. Но все равно как-то она, знаете... Ну, не особо я смотрю, что счастливая. И что-то мне подсказывает, что она даже спать не хочет сюда ложиться. Почему ты не ложишься спать? Ты посмотри на свою кровать шикарную. Она же просто вот манит тебя и говорит, ложись на меня спать. И в туалет ты нормальный, сходи. Друзья мои, я просто в шоке. Я буквально на секундочку сняла паузу. И у нас все погибли. Вот абсолютно все. Мы сейчас находимся в школе только из-за того, что смерть не успела со всеми разобраться. Вы представляете? 31 персонаж погиб у нас в этом челлендже. И я могу, конечно же, сразу эту школу действительно назвать школой кошмаров. Это просто какой-то ужас. Я первый раз такое вижу. И знаете, в очередной раз повторюсь. Sims 4 умеет удивлять. Ну что, друзья мои, может быть, у вас какие-то тоже интересные предложения и идейки появились. Пишите, конечно же, о них в комментариях. И напишите, пожалуйста, что вы думаете об этом челлендже. Что вы думаете по поводу того, что у нас здесь произошло. Ну а я надеюсь, вам было интересно. Не забывайте поддерживать ролик лайком. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Хорошего настроения. Добра позитива. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»